Добрый день, друзья! С вами Адмирал Маркетс, меня зовут Лембету. Сегодня в рамках серии вебинаров, посвященных техническому анализу и торговле без индикаторов, расскажу о фигуре V-формация на откате, как всегда в начале предупреждения о рисках. Помните, что торговля на финансовых рынках связана с рисками и доходность не гарантируется. Поэтому не стоит переходить торговле на реальном счете, пока вы не познакомились с методами минимизации рисков. С более подробной информацией можно ознакомиться на представленном слайде. Из этого видео вы узнаете, как формируется паттерн. Объясню, как использовать формацию для торговли. Как обычно, расскажу, как на этом паттерне входить в сделку. В конце занятия будет тест, пройдя который вы сможете оценить, как вы поняли тему. Скачать презентацию по сегодняшней встрече можно из группы ВКонтакте «Учимся зарабатывать на бирже». Для этого переходите по ссылке в описании к видео. В группе вы найдете много материалов по трейдингу в свободном доступе. Начнем с основных признаков паттерна. Ожидаем формирование паттерна на трендовом движении. Первой особенностью паттерна является сформированная консолидация. Один из вариантов, когда консолидация сформировалась над пробитым уровнем. На схеме это показано желтым цветом. Также допустим вариант, когда консолидация формируется под уровнем. Посмотрите на схему, там это отмечено желтым цветом. Вторым обязательным элементом формации будет ложный пробой в контртренд. При этом ложный пробой может происходить и в середине формации. Это же справедливо для V-формации, сформировавшейся под уровнем. Лучше, если ложный пробой не идет ниже последнего минимума. Почему V-формация? Здесь все просто. Так как внешне это ложный пробой похож на латинскую V. Теперь посмотрим пример паттерна на графике. Смотрите, цена пробила уровень и сформировался откат. Тренд восходящий и цена как бы предлагает войти на откате, но те, кто здесь войдут, потеряют. Если выставят стоп за зеркальный уровень. Можно ли здесь уберечься от убытка? Скорее всего нет, но плюс в том, что когда цена вернется выше уровня, мы можем с большей долей вероятности предположить, что тренд продолжится и тогда стоит перезайти. Также можно ставить стоп за последний лоу. Но это ухудшит показатели сделки по риск менеджменту. Так что в каждом случае нужно принимать решение по ситуации. Не всегда в сделку на V-формации можно войти, когда цена плавно вернется выше бордового уровня. Чаще, когда происходит такое движение, цена стремительно уходит из зоны уровня и идет дальше. Поэтому для входа в такой ситуации есть специальный прием. И о нем расскажу, когда будем рассматривать методику входа на паттерне. Почему на этом паттерне происходит резкое движение? Потому что трейдеры попадают в ловушку. Как это происходит, расскажу прямо сейчас. Посмотрим, как формируется фигура. За счет какого поведения покупателей и продавцов возникает паттерн. В начале все идет по стандартной схеме. Цена формирует обычный откат с подтверждением. Кому интересно, как возникает откат с подтверждением, посмотрите мой вебинар от 9 марта 2020 года Price Action Pattern Откат Подтверждения. Полное руководство. На канале Admiral Markets. Ссылку на вебинар сейчас увидите вверху видео. Затем откат не обновляет максимум и трансформируется во флаг. Кому интересно, как формируется паттерн в флаг и как входить в сделку, используя флаг, посмотрите мой вебинар от 17 января 2020 года Price Action Фигура Флаг Полное руководство на канале YouTube Admiral Markets. Ссылку на вебинар сейчас увидите вверху видео. В такой ситуации многие трейдеры в зоне отката открыли сделки на покупку и разместили свои стопы под уровнем. Те же, кто подумает, это разворот тренда, решат, что пробой консолидации подтвердит смену тенденций и выставит свои заявки в селл стоп для входа на пробой флага в короткую. Таким образом, ниже уровня сформируется зона заявок селл стоп и стоп лосс. И когда цена пойдет ниже, то она активирует эти заявки и часть трейдеров откроет короткие позиции. Теперь давайте подумаем, где медведи разместят свои стоп приказы. Конечно, они их поставят либо за пробитый уровень агрессивно, либо за верхнюю границу флага консервативно. Когда охотники на медведей погонят цену вверх, медведи будут вынуждены в срочном порядке закрывать свои убыточные позиции. Кстати, как вы думаете, каким образом те, кто организовал эту охоту на медведей, смогли ее осуществить? Подумайте над этим и своими мыслями, идеями и догадками поделитесь в комментариях. Вернемся на шаг назад и подумаем, как в такой ситуации нам открыть сделку. Подумали? Скорее всего, многие из вас догадались, что открыть сделку лучше как раз там, где медведи вынуждены в спешке сбрасывать свои сделки. Но в процессе движения цены это будет сделать непросто. Поэтому вы, изучив это видео, будете готовы к развитию ситуации и заранее выставите свои заявки buy-stop. И когда цена пойдет дальше в сторону тренда, ваша сделка начнет быстро уходить в плюс. Друзья, если вам интересны другие паттерны, использующие принцип ловушки, ставьте лайки и если видео наберет более 300 лайков, я сделаю еще несколько уроков по точкам входа, использующим механизм ловушки. Для открытия сделки в шорт на V-формации поступаем зеркально. Только в этом случае попадает ловушку быки и мы входим там, где они в спешке покидают свои сделки. Мы выяснили, как формируется формация и как на ней входить. Теперь для закрепления материала проверьте себя, как вы поняли тему. Трейдинг без практики неэффективен, поэтому очень важно научиться применять полученные знания. А для этого лучше всего закрепить их на самостоятельных упражнениях. Для прохождения теста вам понадобится только лист бумаги и ручка. На выполнение каждого упражнения вам будет дано около 7 секунд. Это время условно, так как лучше всего при первом прохождении упражнения видео ставить на паузу. В конце теста, просуммировав баллы, вы сможете себя оценить. Если в первый раз не получится, ничего страшного. Пересмотрите ролик и в паузах делайте остановки. Используйте презентацию к этому видео. Презентацию можно скачать из группы ВКонтакте «Учимся зарабатывать» на бирже. Бумага и ручки под рукой? Отлично, тогда начинаем. Посмотрите на график и найдите на нем V-формацию. Готовы? Время пошло. Первый пример выбрал не очень сложный. Цена снижается и на круглом уровне формируется паттерн. Кто нашел паттерн, запишите себе на счет 1 балл. Кто увидел формацию здесь, ошибся, так как не учел того, что тренд еще не сформировался и был пробой нижней границы. Это тоже один из вариантов ловушки, но не тот, что мы сегодня изучаем. Второй пример. Задача та же – найти паттерн на графике. Готовы? Начали! Пример достаточно простой. Цена формирует флаг, затем провоцирует на срабатывание заявок сел стоп и после этого быстро идет вниз. Быки в спешке выходят из своих сделок. Кто нашел формацию, добавьте себе еще один балл. Друзья, кто увидел в этом флаге наш в паттерн, ошибся, так как здесь не было элемента ловушки. Цена достигла верхней границы флага и продолжила снижение. Третий пример. Готовы? Время пошло. Третий график дает нам сразу несколько паттернов. Кто нашел первый, поставьте себе балл. Кто нашел второй паттерн на третьем графике, очень хорошо, поставьте себе еще один балл. Кто увидел третий паттерн, ошибся. Почему? Смотрите, если мы проведем уровень, то выйдет, что он один в один ударился в предыдущее сопротивление, а это не позволит захватить медвежьи заявки, а значит не будет ловушки и как следствие сильного движения вверх. Четвертый пример. Приготовились, начали! Этот пример не должен был вызвать сложностей. Кто нашел формацию, запишите себе еще один балл. Пятый пример. Приготовились, начали! Кто определил паттерн, очень хорошо, ставьте себе еще один балл. Шестой пример. Очень простой. Приготовились, начали! Да, в этот раз паттерн сформировался небыстро. Кто увидел формацию, ставьте себе один балл. Седьмой пример. Обращайте внимание на консолидации и думайте, где в данном случае могли попасться в ловушку быки. Готовы? Тогда начали! Кто увидел, где могли поймать ловушку быков, поставьте себе плюс один балл. Восьмой пример. Не очень сложный. Приготовились, начали! Удалось найти? Молодцы! Добавьте в свою копилку еще один балл. На графике был еще один паттерн. Нашли его? Кто нашел, поставьте себе еще один балл в плюс. Девятый пример. Мы в одном шаге до конца теста. Соберитесь. Готовы? Начали! Кто нашел формацию, очень хорошо. Добавьте себе еще один балл. Друзья, мы на финише. Последнее упражнение. Приготовились. Начали! Кто нашел паттерн, поставьте себе плюс один. Интересно, сколько золотых монеток вы набрали? Напишите об этом в комментариях. А теперь подведем итоги теста. Если вы набрали 2 балла или меньше, сделайте паузу и пересмотрите ролик. Скорее всего, вы не дали себе времени подумать. Если вы набрали от 3 до 6 баллов, нормально, но стоит еще все внимательно проработать. У вас есть запас для дальнейшего роста. Если ваш результат в пределах от 7 до 9, это очень хорошо. Ну и этот результат можно улучшить. Если вы достигли 10 баллов и выше, поздравляю, это великолепный результат. Попробуйте его закрепить и улучшить, сделав свои скрины графика. Или скачайте презентацию из группы ВКонтакте «Учимся зарабатывать на бирже». И на графиках сделайте упражнения на время. Друзья, если вам понравился материал, ставьте лайк, поделитесь им с теми, кому это может быть полезным, или напишите комментарий. Ваши отзывы – это лучшая награда. Подписывайтесь на канал и не забудьте нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новое видео. Всем спасибо и до новых встреч!